Без лишних регалий, без каких-то дополнительных комментариев. Во-первых, человек, который сегодня будет нашим гостем, достаточно известен и в профессиональной среде, и в среде тех, кто так или иначе интересуется или кого-то когда-то задела одна из тем, которым этот человек занимается. И он, соответственно, входил в общение через книги, через статьи, через встречи с этим человеком. Мы очень долго думали, как обозначить тему ключевую. Вдруг казалось, что их так много, тем, по которым можно соприкасаться, и на которые хотелось бы сегодня услышать ответы, что даже последние минуты, когда разговаривали, оказалось, что и даже то, что связано с нами в период этой диджитал-революции, тоже можно сегодня обсудить и попытаться найти, обозначить себя, понять свое место, предназначение, если хотите, в этом сложном, революционном диджитал-мире, при помощи и при содействии Лилии Кох, психолога и писателя, который я с удовольствием приглашаю на эту сцену. И, как мы и договорились, я не буду лишних минут просто отнимать от возможности общения с вами, потому что и вам есть что сказать, и, я думаю, у зала есть что спросить. Пользуйтесь случаем, спрашивайте много, если получится. Очень надеюсь на ваш вопрос. Вы знаете, я сейчас пока была вот за кулисами, у меня обычно есть такой момент, когда я встречаюсь с аудиторией, я начинаю чувствовать, вы знаете, такой войти в пространство других людей, в данном случае молодых, таких энергичных, красивых. И когда я чувствую это пространство, я всегда начинаю понимать запрос людей, которые находятся в этом пространстве. И от этого зависит мое внутреннее состояние. Вот сейчас у меня было, знаете, таким, как мембрана какая-то. И знаете почему? Потому что я понимаю, что время мало, а сказать хочется много. Вот, потому что я уже услышала некий запрос того, что с вами происходит, и что бы вам важно было бы знать, исходя из того, что вы учитесь, и как вы закончите, куда вы пойдете и так далее. И знаете, чтобы немножечко рассказать о себе в контексте того, что интересно вам, я скажу следующее. Вот в жизни бывают такие моменты, когда что-то хорошее начинается с чего-то важного, интересного, хорошего, и думаешь, блин, вот это произошло, и вот теперь все будет так-то и так-то. Но самое интересное, что иногда что-то хорошее начинается с чего-то плохого. Бывает такое, как вы думаете? Вот поднимите руку, у кого когда-то что-то очень хорошее начиналось с чего-то плохого. Да. О чем это говорит? О том, что в тот момент, когда мы думаем, что это плохое, ужасное, думаешь, боже мой, за что, зачем, что с этим делать, спустя годы, месяцы, я не знаю, ты думаешь, как здорово, что это случилось. Если бы этого не было, не было бы этого, 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 этого. Верно? В моей жизни так и произошло. И у меня все началось со страшного диагноза. И вчера я была на эфире, и когда в открытом голосовании оказалось, что на сегодняшний день со словом «рак» столкнулось 80% минимум людей, то ты думаешь, боже, что происходит вообще. Раньше, скажем, 20 лет назад казалось, что это где-то далеко, где-то там, с кем-то там, и что-то очень ужасное. Сейчас это просто каждый человек, практически каждый с этим сталкивается. И тогда для меня это тоже было очень страшно и ужасно, но именно это событие ужасное привело к тому, что я делаю сейчас, как я думаю сейчас, что происходит. То есть это запустило очень многие процессы, которые помогли мне по-другому смотреть на жизнь, по-другому оценивать то, что происходит вокруг меня. И отношение ко всему этому. Отношение к себе, отношение к миру, отношение к людям, близким, неблизким, разным. И, пожалуй, самая важная из всего этого, это было именно осознание, какое отношение к себе является ресурсным в достижении и получении всего того, что ты хочешь. Вот скажите, как вы думаете? Давайте так, есть среди вас кто-то, у кого есть сейчас некий проблем? Поднимите руку, вот чтобы я видела, у кого сейчас есть проблемы, вопросы, на которые вот хочется получить ответ, неважно из какой сферы. Пусть то там, я не знаю, любовь, молодой человек, мама, соседи, я не знаю, там собака или учеба. Есть такие? Ну честно. Признавайтесь. Окей. Вот давайте сейчас поговорим о том, что конкретно интересует вас. Вот задайте мне какой-то вопрос. У нас реально не так много времени, и хочется вот прям вот самую суть затронуть. Кто стесняется, пишите на бумажке. Напишите, пускай это будет анонимно. Мы это разберем, это сегодня важно. Я знаю, что, то есть я свой вопрос, на ваш вопрос вам сейчас отправила, окей? Думайте, пишите, отправляйте, мы их рассмотрим. Я, наверное, скажу о следующем, что сегодня, возможно, у каждого из вас есть некий запрос в том, что делать дальше, как быть в той матрице, в которой мы живем, и в тех технологиях, которые меняются просто ежеминутно, из-за которых мы не успеваем. Есть такое? Вы все вообще вот спокойны за свое будущее? Все знаете, что будете делать завтра, когда выйдете за порог? Молчание — знак согласия. Кто не знает, что делать дальше? Кто сомневается в том, что он здесь, на своем месте? Кто не знает, куда применить свою профессию и как? Но кто при этом хочет оставаться в этой профессии? А кто хочет причинить? Кто хочет привнести миру что-то хорошее, помогать людям? Окей, спасибо, здорово. Вы знаете, на самом деле сейчас действительно то время, в которое происходит очень много различных перемен. И так удивительно, буквально три дня назад мы с мужем провели мастерскую для бизнесменов, для людей уже в большом бизнесе, в больших корпорациях и так далее. И это был мастер-класс на тему того, что делать с трендами, которые происходят. То есть сейчас то, что надвигается на Россию вообще, не на Россию, на весь мир, это такое цунами, такая волна, которую либо поглотит многие-многие профессии, многие бранжи, многие сферы деятельности, либо ее можно оседлать и вот что-то с этим делать. И очень здорово, что вы такие молодые, и очень здорово, что у вас все будущее, все впереди, и вы можете очень многое делать то, что вам поможет в этом. И я уверена, что сегодняшняя вот наша такая встреча вам в этом поможет. Дело в том, что сейчас очень важно ваше осознание, во-первых, в том, что самое главное — это ваше отношение к себе. Есть, знаете, такой синдром «Ой, а могу ли я? А хочу ли я? А кто вообще я? А достоин ли все? А кто я такой? А почему должны меня читать? Почему должны мной интересоваться?» Вот кого такие мысли посещают? Только честно. А вот там Маша, Вася, они лучше, они крутые, а я так себе, да? Вот первое, что очень важно, это перестать себя сравнивать с кем бы то ни было. Притаились так все, да? Все себя сравнивают с кем-то, особенно сейчас, когда куча соцсетей, все что-то там показывают, выставляют, он был там, написал то, ему там столько лайков, столько перепостов там или комментариев, а мне ничего. Отпишитесь от этих людей, если я серьезно. Если вас это ранит и заставляет себя сравнивать с кем бы то ни было в негативном для вас ключе, всех в бан. Я серьезно, отписывайтесь. Обращайте внимание только на себя и на то, что делаете вы. Это очень важно. Вы не сможете погрузиться в себя и вообще почувствовать, что вы хотите, и что для вас важно, и в чем ваш ресурс, если вы постоянно будете подглядывать за каким-то другим. Даже за друг другом не подглядывайте, в тетрадку друг другу не смотрите. У меня есть своя тетрадка, я углубляюсь в себя, я чувствую себя, я хочу понимать, что я хочу. И это вот про успех. Потому что когда человек для себя создает картинку успеха, исходя из того, что об этом думают другие, исходя из того, что успех есть в мире, в социальном каком-то понимании, я никогда не буду этому соответствовать, потому что это все меняется, меняется. Если я смотрю и пытаюсь только догонять кого-то, это невозможно. Но когда вы рассматриваете для себя успех через призму личного успеха, и вы начинаете именно рассматривать это с точки зрения желаний моей души, а я кто? Я внутри что хочу? Вот что там у меня происходит? Как я могу это реализовать, проявить? Вот тогда вы можете получить свой личный успех. Понимаете, сейчас в наше время, в наших трендах очень важна аутентичность. Сохраните ее, найдите ее, поймите, что это. Это, знаете, можно купить соковыжималку и начать ей гвозди забивать. Вы даже забьете гвоздь, картину повесите. Если скажут, круто, у него картина на гвозди висит, он сам это сделал. Но соковыжималку вы не сможете после этого использовать. Так и вы. Если вы будете постоянно пытаться соответствовать чему-то, как кто-то делает, то вы свою инструкцию, инструкцию души, своего разума, своих ресурсов так и не изучите. Понимаете? Поэтому крайне важно вот это вот отношение к себе поставить со знаком плюс. Любое саморазвитие, любое личностное развитие, в чем бы вы ни развивались, оно предполагает очень бережное, трепетное, любимое отношение к себе любимому. По-другому просто никак. Если у вас этого нет, забудьте про все. И поэтому честностью не скажите себе, у меня это есть или у меня это нет. И если есть, я тоже еще в этом могу усомниться, потому что говорю, да, если я люблю, я там, на самом деле что? Ничего. Как это выражается в вашей жизни в каждом дне? Вот вы проснулись с утра, как вы на себя в зеркало смотрите, прежде чем мыться? Что вы себе говорите любимому? Ой, а уже я не высыпался, кошмар, как я выгляжу, я такой, я сикой. Подумайте об этом. Это первое, чем нужно заняться для того, чтобы вообще рассчитывать хоть на какую-то любовь, признание других людей. Если этого нет к себе, этого не может быть. Это первое, что очень важно. Второе. Сейчас действительно очень много трендов. И вот на том мастер-классе, про который я вам говорила, у нас такая вышла формула человека, который умеет этим пользоваться, человек, который умеет оседлать вот эту вот трансформационную волну, мы его назвали трансформером. Наверняка каждый из вас смотрел фильм трансформера, да? Ну, там, не знаю, мультики, много всего сейчас есть. Кто такой трансформер? Вот кто скажет сейчас, кто вот готов сказать, кто такой трансформер? Вот в данном контексте. Вот не стесняйтесь, давайте вот какие-то идеи. Возможно, трансформер — это, к примеру, если человек, это человек, который может адаптироваться к определенной среде, как-то поправить свое поведение, корректировать свою сущность. Классно. Еще у кого-нибудь есть какие-то идеи? Вот смотрите, как тебя зовут? Диляра. Диляра. Это еще и тот человек, который, вот помните, трансформер, кто это? Он может из себя сделать там машину вдруг, или робот, или еще кого-то. То есть это человек, который чик-чик-чик, и он уже абсолютно другая сущность. Причем разница здесь в том, что адаптировать под кого-то, или просто сделать себя тем, кем он считает нужным сейчас быть. Чувствуете разницу? То есть, знаете, это, как в Макаревича слова, пусть весь мир прогнется под нас, помните? В данном случае это очень ресурсное убеждение. Пусть будет так, когда вы знаете, что вы делаете. А трансформер, он знает, что он делает. Знаете почему? Потому что он знает, что происходит в мире. И вот я сейчас обращусь к своему телефону, я надеюсь, там сохранилась презентация, чтобы я просто не вспоминала, а вам зачитала качество человека-трансформера. Более того, я даже вам это вышлю, вы сможете себе это скачать, и вам это наверняка будет очень полезным. Итак. Вот он, есть. Во-первых, то, что касается вашей профессии сейчас, то, что касается журналистики. Вот мне кажется, я, конечно, не журналист, и я не интересовалась никогда этим, но мне кажется, что журналистика, это та профессия, это, знаете, это как преподаватель языков или как психолог. Не цепляйтесь за нее, как за то, что вот только это и все. Это профессия, которая просто образ жизни. То образование, которое вы получаете сейчас, оно вам настолько расширяет ваши рамки во всем. Вы можете не работать журналистом как таковым, вот в каком-то таком, скажем, традиционном понимании, но будучи журналистом, человек-журналист, даже который не учился, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это уже огромный навык и огромный ресурс для вас, чем бы вы потом не захотели заниматься, чем угодно. Даже вот этот вот навык коммуникации в журналистике, который вы учите, даже тот навык, который позволяет вам свои мысли грамотно высказывать, лаконично, красиво, как-то еще достигать сердца и так далее, это вы можете с этим быть хоть продажниками, хоть, там, я не знаю, киношниками, кем угодно. Согласны? Поэтому это уже расширяет рамки очень сильно. Подумайте о том, чего вы хотите. Вы не обязаны быть журналистом, но вы можете все, что вы тут получили, использовать на себя настолько, что вам это поможет поменять любую сферу. И точно так же психолог. Ты психолог? А что, ты не работаешь психологом? Нет, не работаю психологом. Что, прям вот не работаешь, не консультируешь? Нет. А кто ты тогда? Ну, я волшебник. Какая разница? Психология дает понимание людей, дает понимание происходящего и так далее. Это любое обучение, это ваш опыт, ваш навык, который вам поможет нырнуть куда хотите. Так вот, качество трансформера, это, в первую очередь, этот человек должен быть быстрым и гибким. Быстрым — это быстро схватывать тренды. И гибким — это умение как раз очень быстро переключить, сделать из своей руки ногу и так далее, если надо. Второе — живет трендами и технологиями. Это человек инноватор. Сейчас тренды и технологии таковы, что за ними, конечно же, нужно действительно следить. Вы знаете, на мастер-классе были такие люди, которые работают в банках, там менеджеры какие-то, такие вот белые воротнички. И когда было сказано экспертам, что вы знаете, что вот эти структуры очень скоро просто схлопнутся, их вообще не будет существовать, что вы будете делать? То, что ты обучился на экономиста или там на какого-то банковского работника, это никому не нужно. А вот, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, Вася Петров, который в гараже сидит, что-то там программирует или записывает какой-то свой блог в Ютьюбе, он будет круче всех их вместе взятых. Понимаете? Это про тренды. Это про то, что нужно пробовать все и не бояться. Узнали что-то про кого-то, услышали. Вот вам рвется сердце сказать, запишите, встаньте за себя и запишите, расскажите. Вы же журналисты. Куда вас это выведет, вы сами не знаете. Но это интересно. Это то, что людям сейчас интересны, эти картинки. Поэтому сейчас есть очень много ресурсов. Тот же самый TED, тот же самый блогер очень интересный. Смотрите, учитесь. Сейчас не нужно долгие курсы обучения проходить, чтобы узнать о новейших трендах. Все есть в интернете. И как продвигать себя. И маркетинговые разные штучки интересные. Ну, куча технологий. Я, вы знаете, постоянно говорю, если представить, скажем, 100 лет назад, когда люди там косили, выходили там в деревнях, да, хлеб таким образом собирали. Наверняка с ними очень сильно боролись те, кто изобрел тракторы и вот эти вот косилки какие-то электрические. Они думали, ты что, с ума сошла? Мы всю жизнь семью выходили, косили и так далее. В результате через какие-то годы все эти люди, которые ходили там к соседям, косили, они пропали, потому что появились электрические, вернее, ну, в общем, машины. Куда делись все эти люди, которые этим занимались? Как вы думаете? Вот куда? Они никуда делись, они есть. Но они занялись чем-то другим. Понимаете, что я хочу сказать? То, что сейчас из-за того, что очень многие сферы в том понимании, в котором они у нас есть, будут схлапываться, люди-то останутся, это о чем говорит? О том, что хочешь или не хочешь, тебе придется себя трансформировать. То, что было еще, скажем, 50 лет назад, вот представьте себе ваша бабушка с дедушкой. Они могли себе представить, что сегодня мы будем заниматься тем, чем мы занимаемся? То, чем занимаются многие другие люди, да, что есть какие-то профессии, там, как сейчас есть, да, они даже представить себе не могли, но они есть, и люди работают, и этим занимаются. То есть тренды порождают спрос того, что люди начинают этому обучаться, интересоваться и так далее. Поэтому здесь очень важно быть на гребне того, что происходит. Далее, очень важный пункт, быть самообучающимся. Вот мы любим, да, когда нам вот прожжуют и в рот положат, да, что, блин, так классно, давайте тут меня лечите, учите, кружите, и я тогда посмотрю, что с этим делать. Нужно самим находить возможность обучения, информации, которая вам поможет. Особенно в том, что вам интересно. А если вы еще начнете понимать, скажем, запросы ваших же сверстников, вашего окружения, и им это транслировать, то вы уже популярны. Все гораздо проще. Главное именно вот уметь себя внутренне трансформировать. И опять же повторюсь, еще раз я буду к этому возвращаться. Главное ваше отношение к себе, ваше внутреннее намерение и позволение себе это иметь. Если вы себе это не разрешаете, вы можете разбить голову, и никто никогда вам ничего не сделает и не поможет. Ничего не будет до тех пор, пока вы не скажете, что я крутой, я достоин, я могу и буду. И по-другому просто быть не может. И вот тут сразу следующий пункт, как раз в тему этого, инициативный и амбициозный. Вот сейчас по чесноку. Поднимите руки, кто считает себя реально инициативным. Ну окей, да, а все остальные такие вареные, да, что ну да, ну че, зачем я буду это делать, если все равно ничего не получится. Да? Все равно там, я уже попробовала, но это все как-то так. Окей, а теперь поднимите руку, кто считает, что он амбициозный. Знаете, есть такое понятие, ну в общем-то практически такое же количество, да. Причем очень интересно, я сейчас заметила, что те, кто инициативные, они не считают себя амбициозными, а те, кто амбициозные, не считают себя инициативными. Оно не работает по-другому, да. То есть если я инициатива, но при этом я не доверяю себе и думаю, что у меня не получится, то я буду постоянно делать какие-то судорожные движения и все, знаете, бац-бац-бац и каждый раз мимо. И наоборот, когда человек амбициозен, то есть у него есть некий такой потенциал низкий, а амбиция высокая. И это как раз связка инициативности и амбициозности. Разберитесь с этим, что там вам ничего не хватает, если хотите процесс запустить, да. Конечно же, коммуникабельный. Вот тоже интересный вопрос. Поднимите руку, кто считает себя реально коммуникабельным человеком. А теперь поднимите руку те, кто не поднял руку. Вопрос на засыпку. Вот кто-нибудь смело скажите мне, почему вы считаете себя некомуникабельным? Чего не хватает для этого? Ну, правда. Почему ты считаешь, что ты недостаточно коммуникабельности? Что такое коммуникабельности? Ну, давайте. Чего? Чего стесняться-то? Здравствуйте, Айгуль, меня зовут. Честно говоря, я даже не очень понимаю, что такое коммуникабельный, поэтому я и не подняла руку, собственно, потому что я журналист, работающий уже 10 лет в профессии, и приходится общаться с меня очень много, и я от этого очень сильно устаю, поэтому, может быть, я не считаю себя коммуникабельной уже сейчас. Окей, спасибо. Но это не про то. Все знают, про что я спросила. Стесняется? Вот сейчас мы говорим как раз о том, что для вас важно, и вы молчите. Вот давай ты скажешь. Кто, кто, кто? Кому? Да, передайте, пожалуйста, микрофон. Не бойся. Я? Нет. Нет, нет, нет. Вот, девушка, как тебя зовут? Ты? Лиля. Как? Лиля. Вот, представляете, Лиля? Я выбрала Лилю. Пытаясь микрофоной. Значит, точно тебе нужно сказать сейчас. Лиль, скажи, вот почему ты не подняла руку? Почему ты считаешь себя некоммуникабельной или недостаточно коммуникабельной? Или что? Я считаю, что я недостаточно коммуникабельная. Хорошо. А в чем это проявляется? Например? Ну, не бойся. Ну, потому что я мало взаимодействую с людьми, и, наверное, поэтому мало практики. Хорошо. А скажи, вот что должно произойти, вот что было бы по-другому в твоей жизни, например, да, после чего ты могла бы сказать, да, я коммуникабельная. Вот что, назови буквально два пункта. Вот если бы я, если бы у меня, если бы со мной было это, это и это, то я бы сказала, что да, я коммуникабельная. Не бойся, я с тобой. Ну, возможно, надо стать более уверенной в себе, и тогда я смогу легче взаимодействовать с людьми. Хорошо. Вот что бы тебе хотелось? Представь себе, что у меня сейчас есть волшебная палочка. Серьезно. Я могу сейчас исполнить твоих, пускай, три желания, из которых ты можешь хотя бы одно назвать. В контексте коммуникабельности. Вот что бы хотела ты сейчас себе взять? Открытость. Спасибо. Еще есть что-то? Нет. Ладно, этого достаточно. Если есть, вспомнишь, говори. Спасибо огромное, Лилечка. Открытость — это реально очень важно. Давайте похлопаем. Почему вы так боитесь быть открытыми? Что такое открытость? Кто знает, что такое открытость? Доверие. Доверие кому? Доверие кому? Так. А люди, которые перед нами, это кто? Это наши зеркала. Согласны? Вот ты смотришь в зеркало и не доверяешь. Кому ты не доверяешь? Слезу. И мы снова возвращаемся к себе любимым, да? Доверие — это настолько тема важная в данном случае. Вот, когда вы встречаете перед собой человека открытого, вы знаете, есть такие люди, они вот даже настолько открытые, что такое чувство, что какой-то вот внутри происходит какой-то, знаете, как будто внутренний такой ребенок хочет выскочить, сказать, ой, я хочу с ним играть, выпусти меня с ним поиграть. То есть человек настолько открыт, настолько он какой-то вот весь вот такой, что это даже где-то бывает на грани какой-то уязвимости. Но при этом, когда такого человека встречаешь, его не хочется там потыкать палкой там или не хочется его там стукнуть. Ну правда же? Когда человек очень открыт, про него все понятно. А когда про него все понятно, его не хочется ковырять. Согласны? С ним хочется играть. С ним хочется тоже как-то там, ну я там тоже вот вообще-то там, да? То есть нас к этим людям тянет. Нам с ними приятно, потому что мы с ними не защищаемся, мы не боимся. Внутренний ребенок вот наш, который там бывает такой забитый, он выходит и хочет с ним играть. И вот эти вот дети играют, ну образно говоря, да? Но при этом сами быть открытыми мы боимся. Потому что мы смотрим это зеркало, видим отражение, и происходит вот этот вот перенос того, что мы себе не доверяем. Поэтому мы не можем доверять миру. Понимаете? Это вот сейчас, это опять снова возврат к тому, что нужно стараться себя чувствовать, свои желания, свои эмоции, свои какие-то внутренние запросы и не отмахиваться от них. Вот я хочу вам всем такое упражнение дать. Очень простое, очень простое. И никто не увидит, как вы это делаете. И вы можете это, конечно, не делать. Но когда вы утром просыпаетесь, идете умываться, поговорите с собой в зеркало хотя бы одну минуту. Скажите себе хотя бы пару добрых слов. Какая бы красивая. Я сегодня проснулась такая отекшая. Ну, блин, такая классная. Вот это же не, ну, это не сложно же, да? Или, например, ой, я вчера там что-то забыл сделать. Ну, я сегодня вот сейчас сделаю. Скажите себе то, что вы о себе думаете, как вы на самом деле себя поддерживаете и любите. И то, что у вас в ней будет классный день. Делайте это без каких-то там избыточных ожиданий от себя, да? Что, а вдруг не сделаю? А если не сделаю, значит, надо было не сделать. Мне можно всё. Вот я себе доверяю, я себя чувствую. Всё, что происходит у меня сегодня и вообще, значит, так мне надо. Даже если я этого не понимаю. Я знаю, что вот мой мир обо мне заботится. Поэтому у меня всё идёт как надо. Поговорите с собой буквально вот минутку в зеркало и учитесь давать себе поддержку сами. Потому что обычно мы её ждём от кого-то. Обычно мы думаем, вот если мне скажут там то-то, 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 то у меня крылья там появятся, я плечи расправлю, всё будет прекрасно. На самом деле никто никогда вам этой поддержки не даст. Столько, чтобы у вас внутренний стержень реально укрепился. Вам могут эту поддержку дать на какой-то момент. Вот вы что-то сделали, получили обратную связь, положительную. И вы сказали, да, круто, мне хорошо. Но завтра я опять провалился, потому что, ну, кончилось. Срок действия этой похвалы он истёк. А они обычно очень-таки недолговременные эти сроки. Так вот, я сейчас не буду вам рассказывать про базовые потребности детей о безусловной любви. Но если коротко, каждый человек нуждается в безусловной любви, когда его любят не за что, а просто любят. И это та любовь, которую мы получаем от родителей самого там эмбрионального состояния. Родители наши несовершенны, мы становимся несовершенными родителями, мы не умеем это давать нашим детям. Не важно почему. Это просто некая данность. Не нужно ни на кого обижаться, так и есть. Поэтому человек постоянно чувствует себя каким-то недолюбленным. И поэтому вот он так себе, он не доверяет, он закрыт, он боится, он не позволяет себе иметь то, что он может иметь, потому что ему недостаточно вот этой обратной связи, безусловной любви, которая вот его вдохновит. Именно поэтому я хочу сказать вам, и от родителей тоже ничего не ожидайте. Вы уже взрослые мальчики и девочки. Они, конечно, вас поддерживают и будут поддержаны, сколько могут. Но потребность целиком и полностью, в том, о чем я сейчас сказала, вам не даст никто никогда, вам такая сейчас прививка реальности, кроме вас самих. Если вы сами не можете это сделать, вы будете всю жизнь жить до тех пор, недовольные, пока вы не научитесь это делать. Можно это начать делать сейчас. И первый маленький шаг этого упражнения я вам сказала. Знаете, мне бывают люди говорят, Лиль, ты знаешь, я смотрю на себя в зеркало и думаю, ну что, как дебил, с собой разговариваю, ну идиот какой-то, что я не могу на себя смотреть туда. И это опять про доверие себе. То есть на себя смотреть и с собой разговаривать, кажется как-то странным и противно даже. Научитесь это делать. Научитесь это делать. Вы научитесь это делать, вы научитесь вести с собой диалог, такой ресурсный диалог, положительный диалог, тот, который вам поможет в этом, не во всех остальных. И просто увидите, как это круто работает. Сделать это для себя, ну хоть что-нибудь хорошее. Чисто для себя не ожидая то, что это кто-то другой сделает. Не сделает. И даже если вы будете всю жизнь стараться делать что-то, за что вас все остальные будут хвалить, вы всю жизнь будете зависимы от этих людей, от этой похвалы, и вам никогда не будет свободы. И вот даже звезды, люди, которые, казалось бы, захвалены, у них и критики тоже достаточно, просто мы не видим эту критику, возможно. Но чем больше вот этой обратной связи, тем человек больше принимает, получает беспокойство, потому что он каждый раз этого ждет и боится, что будет как-то по-другому. Вы хотите этой зависимости? Нет. А вы, ваши профессии, ваши бранжи будете получать разную обратную связь. Вам нужно быть к этому готовым. И до тех пор, пока вы не будете знать, что мой материал классный, потому что я так сказала, вы не будете себя чувствовать хорошо. И все остальные тоже это не скажут. Поэтому, когда эта внутренняя уверенность есть, что я делаю классный материал, я чувствую, что я делаю, и это правильно, когда вы это можете сказать. И вы не просто это можете сказать, а внутри бояться, что вообще-то это не так, а внутри так себя чувствовать, то все скажут то же самое. И вот это успех. потому что оно идёт из внутренних своих состояний и ощущений. Продолжим про качество трансформера. Мыслить за рамками реальности. Собственно, это то, о чём мы сейчас говорили. Вот это всё позволяет мыслить за рамками реальности. Поэтому то, что есть сейчас, это одно. Кто-нибудь смотрел фильм, это очень старый фильм, я его на самом деле сама только в прошлом году посмотрела «Назад в будущее». Помните этот фильм? Вот смотрите, сколько сейчас уже мы с него имеем, правда? Практически всё сбылось. И думаешь, ничего себе, реально сейчас вот есть, можно летать на этом скейтборд или как он называется. То есть люди, которые такие сценарии писали, они мыслили за рамками реальности. Они просто фантазировали. Почему вам не пофантазировать? Очень хороший навык фантазировать и просто придумывать какие-то истории. Естественно, этот человек должен быть эффективным и нацеленным на измеряемый результат. Когда вы что-то делаете, всегда помните, зачем я это делаю, и что для меня будет результатом, который я смогу оценить хорошо для себя. Если вы это делаете, опять же, в какую-то пустоту, что вот как получится, если кто-то скажет, что хорошо, то хорошо. Это не измеримый результат. Для вас измеримый результат должен быть только вами измеримым, то, что вы для себя считаете результатом. Если вы делаете, скажем себе, YouTube-канал, и хотите через год иметь там 10 тысяч подписчиков, подписчиков, окей, это измеримый результат, который вы себе установили, а не кто-то там. Креативный, изобретательный, я думаю, что вы такие. И в постоянном поиске человек, который не останавливается на достигнутом. Ну, про постоянный поиск мы сегодня говорили, то, что сейчас очень много ресурсов. Вот я сейчас не помню, у меня в голову просто сейчас не приходит, то, что я бы хотела вам дать. Но, в принципе, как я уже сказала, я с удовольствием поделюсь с вами данной презентацией, которая, я думаю, вам поможет. Ну, я не знаю, оставьте свою почту, кому это интересно, да, я отдам помощнику, она сделает вам рассылку, пришлет. И, конечно же, энтузиаст и евангелист. Знаете, что такое евангелист? Кто знает, что такое евангелист в трендовом понятии нашего мира? Вы даже не знаете этого. Ну вы чего? Молодые люди, журналисты не знают, кто такой евангелист. Это самое сейчас, на самом деле, слово, которое известно во всех кругах. Евангелист – это тот человек, который вот, ну, немножко служит. То есть вы можете ходить, что-то вы узнали, вы можете пойти в другой, там, я не знаю, класс, аудиторию, институт, университет, город и рассказать об этом. То есть вы несете какую-то новую информацию, вы делитесь тем, что вы знаете. Можно никуда не ходить, да, если вам, например, неинтересно, вот, ходить и стоять перед кем-то рассказывать, вы можете делать, опять же, свои статьи, ролики, заметки и так далее. Делать какие-то группы, чаты по интересам, страницы создавать. То есть это и есть такая евангелизация в наше время. Сейчас на рабочих местах, во многих компаниях берут такого человека, который постоянно путешествует, рассказывает о своей компании, получает опыт от других конференций каких-то, приносит это все к себе домой, рассказывает и внедряет. Это то, что касается человека, который называет себя евангелистом. В данном случае я выступаю в роли евангелиста вместе с вами, потому что я знаю что-то, что я, как мне кажется, вам может помочь. И я хочу, чтобы так было. И человек, считающий себя, ну не считающий себя, а человек, желающий стать таким вот трансформером, который очень быстро умеет переключиться, он будет не зависимым от матрицы, в которой мы с вами живем, а он будет ее управлять, он будет как бы за границами этой матрицы. И это крайне важно. Одно дело, вы зависимы от каких-то соцсетей, другое дело, вы их используете на себе. И это разные вещи, по каким причинам вы туда заходите. Вопросы у вас появились? Может быть, кто-то написал вопрос. Пока аудитория думает, у меня вот по поводу последнего тезиса, короткое уточнение. Где все-таки, на ваш взгляд, граница между креативностью и рациональностью? Очень часто в последнее время мы видим, что под термином креативность скрывается вообще глупость. Руководители часто говорят, креативненькое что-нибудь не дай, не творят глупости под этим предлогом и требуют этого у подчиненных. И рационально как-то уходят потихоньку из востребованного. То есть, чем человек, он говорит, я вроде умный, вроде знаю точно, что надо, а от меня что-то креативного требует. Люди начинают теряться. А еще креативный, да, креативность проявишь действительно, да, тебя глупым сочтут. Если сейчас говорить про корпоративную культуру, где такие вещи могут происходить, конечно же, если бояться всего того, что сейчас мы услышали, то можно ничего не делать. Если не бояться, то можно предлагать любую глупость, которая может оказаться креативностью. Не надо бояться. Понятно, что здесь, конечно же, очень важно, как вы это преподнесете. Это уже другая тема. Тема, скажем, защиты границ, как я умею сказать, чтобы человек меня правильно понял, как я сумею это все перевести на тот язык, который будет услышан, и таким образом внедрить свою креативную идею, которая может быть как креативной, так и глупой. В зависимости от того, как я сейчас ее представлю тому человеку, который к этому готов или нет. Правильно? То есть тут очень много нюансов. В любом случае, конечно же, если вы соблюдаете все те пункты, о которых я сказала, гибкость, быстрота, эффективность в тренде, вот это вот постоянное неостанавливание на том, что уже знаете, постоянное обучение самостоятельное, то там не может быть глупости. То есть, например, просто я ничего не делала, мне спрашивают, а я боюсь сказать глупость, но ты скажешь глупость, скорее всего. Но если ты очень много уже знаешь, получил и продолжаешь эту информацию в себя впускать, то креативность будет. Даже если для начальника, который совершенно к этому не имеет никакого отношения, он не является, не имеет ни одного качества человека-трансформера, для него все будет глупостью. Даже креативность. Как вообще оценить креативность и глупость? Я Маликова Элина, студентка первого курса кафедры телевидения. У меня к вам такой вопрос. Как известно, мы все должны найти себя в этом мире, найти свое любимое дело и заниматься, чтобы достичь какого-то успеха, чтобы ему отдаваться. А вот как понять, что нам нужно? Какое дело мы должны делать? И вот куда себя именно отдать в свою душу? Даже у нас есть какие-то желания, мы идем, а вдруг это не наше. Как определиться? Спасибо, спасибо, спасибо. Классный вопрос. Сразу хочу сказать. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сейчас помнила, что ты сказала и не забыла это. Здесь очень важно. Вот вы услышали сейчас, да, слова? Все должны найти, куда отдать свою душу, дьяволу. Никто ничего никому не должен. Вот это вот понимание того, что я же должен найти какую-то миссию. Зачем? Кому это нужно? Если этой потребности внутренней нету, ну, никто не должен. Может быть, я должна в этой жизни вообще жить, на пляже лежать, отдыхать, расслабляться. Моя душа этого хочет. Это ужасно, да, это плохо. Может быть, я там должен в этой жизни вообще там свою жену поддерживать и вот быть только с ней всегда. Или, например, вот это дело делать. То есть вопрос миссии, предназначения, он очень такой. Здесь нету понятия должен. Это первое. Второе. Куда отдать свою душу? Вот это про то, что куда-то отдать, вот кому-то отдать, туда. В принципе, могу сейчас напомнить то, что я сегодня говорила про соковыжималку, да? Для того, чтобы, если очень хочется понять, что мое, что не мое, вот в данном случае я не уверена, что это мое, слушай себя. Именно нужно начать исследовать себя, вспоминать свои детские мечты, вспоминать, о чем ты мечтала, чего ты хотела, чего хочется сейчас, что привлекает, зачем ты тратишь время больше в течение дня, на какие картинки, на какие тексты, на каких людей и так далее, чтобы вообще составить некое облако своих предпочтений. Знаете, мы такое облако составляли, первое, мои желания, вернее, первое облако, это мои навыки, мои ресурсы. В мои ресурсы входят опыт, знания, предпочтения, желания, мои качества. И то, в чем я силен. Знаете, задайте себе вопрос, а что я могу делать лучше всего? А что у меня получается лучше, чем у других? А в чем я себя вот обожаю, когда я это делаю? Вот, блин, классно, чувствую себя хорошо, вот я вот на подъеме на каком-то. А за что, что во мне такого уникального? Вот что я вот делаю так, что вот могу сказать, вот мой там пирог с яблоками лучше всех, условно, да? Вот, это первое облако. Второе облако — это то, что, например, вы смотрите на, скажем, качество человека-трансформер, что вот нужно вот это, вот это, вот это, вот это, помнить о том, чтобы быть в тренде, в том, чтобы успевать то, что мне нужно, делать то, что мне нужно, и реализовать то, что я хочу. И уже исходя из этого, смотреть, какие возможности предлагает вселенная, исходя из моих ресурсов, знаний, опыта и способностей, из моих качеств и умений, которые я оцениваю. Вот как это, насколько это компатибельно друг с другом? Где там какие-то пазлы нужно еще подкрутить, чтобы оно вот сошлось, понимаете? Причем все меняется постоянно. Сегодня так, завтра так. Сегодня вы хотите это, а завтра вам другое интересно. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Делайте то, что сейчас вам нравится. Пробуйте, пробуйте. Потому что только этот опыт поможет в результате чему-то вот возродиться. Здравствуйте, меня зовут Зиляра, второй курс. У меня вопрос про открытость. Думаю, многие с этим сталкивались. Когда ты выглядишь хорошо, ты действительно открытый, ты уверенный в себе, потому что ты хорошо сегодня выглядишь. И бывает такое, что ты не успела утром помыть голову, и, мягко говоря, ну выглядишь не очень, не успела накраситься, но у тебя очень важная встреча сегодня. И вот как быть в этой ситуации открытым, что изменить себе вот внутри именно, чтобы излучать эту уверенность изнутри, а не только когда ты выглядишь хорошо. Вот какие вот уроки есть для этого, какие-то упражнения? Я думаю, что сейчас, наверное, у каждого появился урок номер один как минимум. Вот смотрите. Смотрите, вот в данном случае настолько все просто встать на полчаса раньше, помыть голову и чувствовать себя хорошо изнутри и снаружи. Не накручивайте себе там, где не надо накручивать, там, где все гораздо проще. Вы знаете, вот когда, если бы был вопрос, я с чистой головой, накрашенная, я звезда, и мне все смотрят в след, и у меня там ноги от ушей и так далее, но я чувствую себя внутри плохо, это серьезно. Тут есть о чем поговорить. А тут ответ только один. Встать на полчаса раньше, помыть голову. Окей? Вопрос, который маленький остается. Как себя заставить встать на полчаса раньше? А тут уже определить с приоритетами. Вам себе важно чувствовать хорошо утром или с грязной головой плохо? Все, выборзовай. Я еще полчаса поспусь, я буду хорошо чувствовать. Хорошо, в таком случае методом проверки, да? Хорошо себя чувствовал? Нет, вставай раньше. Все. Лиль, здравствуйте. Я профессор кафедры телевидения, и здесь много моих коллег, преподавателей тоже. Я, наверное, от лица более взрослого контингента хочу спросить о вашем личном опыте и о том секрете успеха, стратегии какой-то внутренней, которая появилась, когда вы пережили вот эту трагедию. И почему в итоге вы пришли к технологии игр? То есть это раскрытие внутреннего ребенка, снятие вот этих должностований или что? Ну, поделитесь вот именно такой формулой, что ли, тем катарсисом, через который вы прошли, именно что вы поняли о себе и о мире. Спасибо. Знаете, вот книгу, которую я написала, эту книгу я писала, это мой дневник, это мой личный дневник, который я писала в тот момент, с того момента, как я заболела. Я была очень одинока в тот момент, у меня болела очень мама сильно, то есть реально мы заболели с ней в одно время, то есть она на неделю раньше попала в реанимацию, и трогать ее было нельзя. Мама мой друг, я ее очень люблю, всю жизнь это самый близкий человек, но так получилось, что ее не было рядом, потому что она была больна, папа разрывался на нас, двоих больных, и мы только год как переехали в Германию, и там было очень одиноко, потому что я там была, никто, никого у меня нет, друзей особо нет, язык только начала учить и так далее. И дневник это был единственный способ, который помогал мне как-то себя, я не знаю, реанимировать, что ли, самой. Был маленький сын, которому было всего 10 лет, и он повзрослел очень сильно в то время. Так вот, я записывала дневник в реальном времени, все, что происходило тогда, и спустя какое-то время я почувствовала, что мне захотелось этот дневник выставить в ЖЖ, потому что очень многим людям это мне показалось будет полезным, тем, кто переживает это, потому что до этого я давала читать свои дневники знакомым, у кого была такая проблема, и все ждали продолжения. И в результате он оказался у меня выложен онлайн. Не в ЖЖ, а в личном блоге. И к чему я это сейчас говорю? К тому, что сейчас, когда я читаю свою книжку, он так и вышел, в результате я маленечко дописала его уже сегодняшними днями, что сейчас, чтобы закончить. Но вот все, что было, то оно и осталось. И когда я смотрю и перечитываю эти строки, я понимаю, что много не изменилось. То есть я смотрю на нее, это уже не я там, это она, и думаю, молодец, молодечек, вот все правильно, все как надо. Помогало то, что не было ни капли сомнений в том, что все закончится хорошо. То есть я лечилась от очень серьезной болезни, в очень серьезной стадии, и при этом у меня было планов на ближайшую пятилетку, просто, ну, во. И мне было ни до чего, только вот у меня были мои планы, мне врач говорит, Лиля, нужно там еще вот это. Я говорю, вы чего, я уже купила билеты в Москву, у меня там семинар, какой семинар? Я говорю, ну вот у меня там уже вот такие волосы выросут, я уже хочу их покрасить, у меня еще ничего этого нет. Понимаете? Это то, что, ну, помогло, это была какая-то вот жизнь там, это была другая реальность. То есть моя реальная реальность здесь сейчас, это была болезнь, я была лысая, я была некрасивая, я была ужасная, выглядела и чувствовала. Но я жила в той реальности, которую я себе нарисовала. И я знала, что та моя реальность самореальная. Вот это вот, это вот тут что-то вот, какой-то бред просто, какой-то сон, мне тут затормозили чего-то. И что касается игры, на одной, я занимаюсь медитацией, на одной из медитаций мне пришла, просто пришла, снизошла игра, картина игры, психологическая, в которую может каждый поиграть. И эта игра, она как раз про реальность. То есть у каждого человека есть своя реальность, у вас у всех есть какая-то своя реальность. И реальность в контексте нашей жизни, в контексте игры, это некий слой мира, который вы создаете себе с самого рождения. Даже когда вы этого типа не осознаете, но вы его создаете. И эти слои мира, это знаете, как такая интимная оболочка. И эти иногда слои мира, они, знаете, перемешиваются друг с другом. Вот вы сейчас сидите, да, что-то друг от друга берете, и они у вас перемешиваются, и набираются там цвета, вкуса, запаха. И от вас зависит, насколько вы хотите свой слой мира содержать в чистоте. Это только ваш выбор. Он не должен быть кристально прозрачным, или желтеньким, или сереньким. Если вы выбираете, чтобы он был сереньким, а мне нравится, что вот у меня он набрался, то вот окей. Но если это осознанный выбор, это хорошо, а не так, что, знаете, куда прямая вывела. Так вот, в игре каждый человек может исследовать свою реальность по всем сферам, которые у него в жизни есть. Для того, чтобы понять, что там происходит, что я там делаю, как я это создаю, почему я точно знаю, чего я хочу, при этом я имею, при этом я это не имею, это как минимум, а как максимум я получаю что-то прямо противоположное. Бывает такое у вас? Что, почему я это получил сейчас, я хотел прямо противоположную вещь. потому что мы не знаем, куда душу послать, куда мы ее посылаем. И мы не знаем, как мы свою реальность создаем. И вот в игре происходит вот это вот очень тщательное, глубокое исследование реальности, где эти все ответы на вопросы человек получает через призму своего некого вопроса. У меня вот есть такой вопрос, да, вот что делать там или еще что-то. И игра начинает давать подсказки в виде карточек. Это настольная игра, все выглядит очень красиво, интересно и весело. На самом деле это очень глубоко и не весело, потому что, ну не весело в том смысле, что серьезно, потому что этот процесс запускает очень много внутренних процессов, которые так или иначе вашу реальность меняют вокруг вас. Добрый день, меня зовут Гульнара, четвертый курс. Я хотела узнать, как вы оцениваете собственную эффективность? Вот вы проводите тренинги, индивидуальные занятия. Как оценить эффективность? Ну, как оценить эффективность в таком масштабном понимании каждого я не могу сказать, потому что этот человек, каждый для себя сам это устанавливает. Согласен, да, что я вам сегодня сказала? У вас должен быть какой-то измеримый результат. Насколько он измерим для вас, это вы сами все устанавливаете. Если это вопрос ко мне лично, я могу на него ответить таким образом. Когда меня доктор онкологической детской больницы приглашает в больницу и говорит, Лиль, вот у нас вот тут есть дети, которым ничего не помогает уже, я уже просто прихожу и говорю, ну я не знаю, что с тобой делать. Уже надо тебе волшебника, наверное, какого-то приглашать. Ну не знаю, что делать. Она говорит, в общем, тебя там уже они ждут. И когда я прихожу на выходные к детям и после этого их выписывают через неделю, я считаю, что это эффективно. Я ответила на вопрос? Можно еще уточнить? То есть у вас нет каких-то определенных критериев оценки? Что такое критерии оценки? Вот сейчас, что ты хочешь от меня услышать? Ну в плане того, что как оценить, как мне, допустим, отличить хорошего коуча, ну лайф-коуча, которым вы, безусловно, являетесь, от дилетанта, который просто может мне говорить какие-то вещи, которые знают все? Хороший вопрос. Что такое вещи, которые знают все? Мы вообще все знаем. Вы все знаете. И все, что я говорю, вы что-то вы не знаете? Знаете. Но есть огромная пропасть между тем, что я знаю и насколько это в моей жизни работает. Поэтому искать себе специалиста, коуча, психолога, исходя из того, что он мне скажет что-то, чего я не знаю, это не очень правильная мотивация, на мой взгляд. Потому что я знаю, что нужно быть уверенной в себе, но я такая неуверенная в себе, вот он мне это сказал, и что? Я это и сама знаю. Так ты уверенна в себе или нет? Нет. Так работай над этим. Поэтому очень часто мы знаем эти вещи, мы вообще, мы правда все знаем, наша душа все знает. Нет никакой информации, которую бы вы не знали. Но выбирать, возможно, специалиста себе стоит по критериям, нравится мне этот человек. Насколько он мне информацию, которую я в любом случае знаю, доносит так, что я хочу туда пойти, что я хочу начать с этим разбираться. Понимаешь? А не так, что что-то новенькое я сказал, думаю, ого, окей, и что дальше? Будем мы это делать или не будем мы это делать? Будем мы это как-то в себя встраивать или нет? Поэтому выбирайте людей, которые вам комфортны. Вам должно быть с ними хорошо. А не так, что этот человек, он традиционный, он такой академичный, он все знает, он прочитал тысячу книг. Не обязательно. Не обязательно. Главное, что это для вас эффективно. Ведь очень часто учителя бывают нашими учителями, наставниками люди, которые не имеют никакого к этому отношения, но они нашу жизнь как-то повлияли. И это важно. Здравствуйте, меня зовут Салик Фадель, первый курс в факультете телевидения. У меня такой вопрос о выборе. Вы говорите, нужно абстрагироваться от всего и прислушиваться к себе. И, например, если это выбор в любой области, не обязательно в своем призвании, а там от компании до девушки, еще чего-то, нужно, вот если не получается абстрагироваться от всего и прийти лично к какому-то решению, нужно продолжать искать в себе этот ответ или узнать у кого-то. Вот не получается. Продолжать в себе это искать или узнать у кого-то. И вот еще один под вопрос вытекающий. Как в конечном итоге, если ты к чему-то пришел, делать то, что тебе нравится и оставаться в хороших отношениях с людьми? Я понимаю, что никто никому ничего не должен, но я такой просто человек, ну не хочется, ну нельзя обижать людей. Вот. И как оставаться с ними в хорошем отношении, не обижать их и делать при этом все, что тебе нравится? Окей. Классно. По поводу, значит, прозвучало три вопроса. Первый вопрос. Как принимать решение? Очень простой ответ. Бросьте монетку. Все будет понятно. Да. Бросьте монетку и вы примете решение. Знаете, почему? Потому что ты хочешь, чтобы выпала орешка, а ты попадает орел. И ты говоришь, ой, ну точно нет. Окей? Я думаю, что это достаточно. А если немножечко ответить больше на этот вопрос, то, ну если важно спросить другое мнение, которое важно, например, у меня мой сын, взрослый, ему 24 года, и он всегда меня спрашивает о каких-то серьезных вещах, хотя он сам очень много всего знает, тем не менее. Он говорит, просто иногда вот мне нужна какая-то твоя вот поддержка моральная. И говорит, и мне важно услышать, как я это услышу сейчас. Я точно знаю, да или нет. В любом случае сработает синдром вот этой орешки. Орешки или орла. Потому что вам начинает что-то советовать, вас убеждать в том, что на самом деле вам не надо. Скажет, окей, 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 все, 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 я все услышал. Что касается оставаться со всеми в хороших отношениях, когда я делаю то, что хочу. А почему то, что вы хотите делать, это должно быть как-то, как-то мешать другим-то? Вы смотрите, какое убеждение прозвучало, да? Если я делаю что-то, то, что я хочу, а не то, что другие хотят, то, наверное, это их как-то там, ну, как-то я буду их этим обижать. Во-первых, не обязательно. Почему это происходит, вот такая мысль? Потому что мы начинаем за других слишком много думать. Не думайте за других людей. Думайте о себе, погружайтесь в себя, слушайте себя. А там уже посмотрите, когда вы делаете уверен то, что вы делаете, другие люди вас поддержат. Вот даже вспомните просто элементарно хотя бы несколько каких-то ситуаций из жизни, когда так и было, что я что-то вот делаю, а все говорят, круто, здорово. Не нужно за других людей думать, мы слишком много думаем за других. То, что они о нас подумают, что они подумают, если мы так, а если мы так, они подумают вот так. И потом думаешь, все, все, уже парализация полнейшая. Делать ничего не хочется. И третье по поводу «Как не обидеть». Я сегодня всем вам предлагаю подписаться на мой YouTube-канал. Там есть очень классное видео. Называется первое видео «Защита личностных границ. Все очень просто». Второе видео называется «Позитивный перевод. Как понимать истинные мотивы других людей». И третье важное видео, одно из. Это позиции автора и жертвы. Так вот, когда человек обижается, это не ваша история, это его история. Понятно, что если вы говорите человеку какие-то некрасивые слова, жуткие, обзываете его, или как-то грубите, или кричите, окей, даже в этом случае. Если он обиделся, это его проблема. Вот. Если он не обиделся и себя ценит, просто с вами не будет общаться. А если он обиделся и требует от вас извинений и так далее, это уже его история. Так вот, если вы ничего такого не делаете, а просто делаете то, что считаете нужным, и человеку отказываете, и говорите, что ты знаешь, ну, кажется, это не мой путь, кажется, мне это неинтересно. Да, возможно, вчера мне было интересно, а сегодня нет. Я попробовал, мне неинтересно, извини, я вот хочу своим путем идти. Если человек обиделся, то это его история абсолютно, потому что это он на вас какие-то завышенные ожидания возложил, вы не обязаны всю жизнь соответствовать каким-то, чьим-то ожиданиям, кроме своих собственных. Вы даже иногда своим собственным не обязаны соответствовать, если у вас что-то поменялось. Все постоянно меняется. Разрешите себе эти перемены. Я ответила на вопрос? Спасибо. Король, журнал «Атенна Телесемь». У меня такой вопрос. Есть ли у вас правила жизни? Если есть, три самых важных для вас? Первое правило — это то, что нужно всегда в любом действии, в любом своем, скажем, желании отталкиваться от себя. Это... То есть первое правило — я у себя самый важный. второе правило. Важно понимать, что все события, которые происходят, то, что я сегодня сказала уже, да, что иногда с плохого начинается хорошее. Знаете, это как девушки часто мне говорят, ну вот, он меня тащит в постель с первого раза, это же так ужасно. Как так можно? Ведь хорошие отношения не начинаются с секса. Иногда начинаются. Иногда начинаются, да? Иногда они им заканчиваются, а иногда они с него начинаются. Поэтому здесь второе правило — создавайте себе свои правила. Пускай ваши правила будут самыми главными. Иногда с чего-то хорошего начинается что-то важное и хорошее, иногда с плохого, иногда с того, что вообще принято, не начинать, или наоборот. Это ваши правила. Вот. И третье, крайне важно помнить в какой-то сложной ситуации, у нас бывают сложные ситуации, неприятные, непредвиденные, всякие разные. И в такие моменты очень легко потерять почву под ногами и подумать о том, что, ну почему-то со мной случилось, зачем мне это, что опять, что я сделала, и так далее. Помните о том, что, скажем так, свалиться в обиду на весь мир. Начать себя обичевать, да? Это мы любим тоже часто делать. Так вот, третьим правилом крайне важно понимать, что все, что в жизни происходит, происходит не со мной, а для меня. То есть я сам каким-то образом создаю себе этот опыт. Для чего-то он мне нужен. Даже если я это сейчас не понимаю, я доверяю тому, что это происходит именно таким образом. И я это пойму позже. И это обязательно выявится во что-то хорошее для меня. Вот такие правила. К сожалению, время вот истекает, точнее даже истекло. Вот что с этим делать, еще явлением? Время все время истекает, оно все время утекает, да? Вот. Поэтому вот так последний, завершающий на сегодня вопрос прозвучал, как вообще некое и напутствие даже, да? Поэтому, если можно, еще, может быть, вот сказали, ограничивали вас три только, да? Почему три, да? Может быть, еще что-то, что вы считаете важным сказать нам вот в эти минуты? И на всем, вот сегодня мы вынуждены будем, увы, завершить. Ну, на самом деле, все важное мы сказали, это действительно было самый важный пункт, из которых все остальное вытекает. И что еще можно добавить здесь? Ну, то, что опять же, доверяйте себе, чтобы не происходило. Время никуда не утекает, никуда она не утекает, с этим ничего не нужно делать, нужно просто наблюдать то, что происходит, идти дальше, и все. И если сейчас наше время закончится, значит, нам достаточно на сегодня общаться. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok